Привет, мобильные геймеры! С вами Фликер и тут же хочу вас поздравить с новым 2022 годом и пожелать вам только добра, бабла, здоровья, крепкого-крепкого. Как вы еще слышите, я не отошел от простуды, но думаю, скоро мой голос нормально зазвучит, как раньше. Сейчас я даже в наушниках себя практически не слышу, а может быть у меня просто уши заложены. Кто его знает? Народ, я надеюсь, что вы встретили 2022 год не так, как я. Это сделал, в моем случае, это самая ужасная встреча нового года, но с кем не бывает. Вот так вот простыл, где-то продуло и сопли, насморк, горло и все остальное, короче, в придачу. Что ж, сегодня мы начнем с девятого асфальта. Это первый ролик, который я записываю, озвучиваю в 2022 году. Далее, конечно же, я сделаю ролик по планам на этот великолепный 2022 год. Также там будет информация по творческому конкурсу. В этот раз я не буду проводить его таким сложным, все будет значительно проще. Призы будут хорошие, интересные, но их будет не так много. Как всегда, победитель, скорее всего, будет один, потому что в предыдущий раз, когда я отправлял рамазу приз его за компиляцию видео, то, причем прикольную, стоимость отправки вот этой получилась дороже приза. Поэтому, скорее всего, условием нового творческого конкурса будет все-таки проживание в России, потому что, блин, ну дорого отправлять за границу, так скажем. Итак, как вы уже заметили, я начал гран-при на SCG 007S. Это новый автомобиль, который добавили нам в крайнем обновлении в девятом асфальте, и мне нужно побить время, по сути, 37 секунд, но я почему-то их не побил, а надо было побить. Как вам данный автомобиль? Если честно, мне он по управлению даже пришелся по душе. Визуально не особо Тачило мне нравится, особенно вот эти ее передние фары какие-то космические, как будто тачка на самом деле пришла из каких-то, я не знаю, там, 80-х годов. Как вам, кстати, мой противный голос? Пишите в комментах, интересно узнать, как у вас он слышится, насколько он вреден и так далее. Я надеюсь, вы никто не болеете, все себя прекрасно чувствуете, не так, как я, но моя болезнь что-то прям задержалась, и я уже неделю как пытаюсь отойти, и не все еще меня отпускает. Итак, за 37 секунд, в принципе, можно уложиться. Вот дальнейшие раунды, мне кажется, будут посложнее по самому-му-му-му-му-му, по самой тачке. У нас, значит, здесь имеется автомобиль А-класса, максимальная скорость при одной звезде, а всего прокачка на 6 звезд, 340, естественно, мы можем прокачать и улучшить все эти показатели, но на данный момент я этого делать не буду. Ускорение 82, что, мне кажется, на 6 звезд будет все 84-85, а то, может быть, даже и больше. Управляемость хорошая у данного автомобиля, а вот Nitro он будет расходовать очень быстро. В принципе, автомобиль неплох. По расцветкам. Вот есть, есть, смотрите-ка, желтый. Motul, эта надпись прям мне почему-то напоминает Marvel. Так, есть вот такие еще раскрасочки. У нас тут циферки только отличаются. Мы их, конечно же, получим, если все условия выполним, и, скорее всего, в призах у нас там вот эти винилы есть. Либо при завершении вот этого гран-при мы заберем эти самые винилы. А может быть, нифига не заберем, и они даются. Да, они даются только в первом уровне за первую, вторую, третью позицию. Вот такие дела у нас. Ну, я нахожусь в уровне 4, и мне, естественно, надо побить лучшее время и показать хороший результат. Так, я, значит, прокатился. Можно еще разочек прокатиться и посмотреть, какое время я могу побить. Пока у нас идет первый день первого раунда, как бы это глупо не звучало. И сейчас многие умные, прошаристые игроки будут ждать, когда же кто какое время покажет. А потом уже будут его побивать. Поэтому я, скорее всего, сейчас после этой гонки отправлюсь уже непосредственно побивать нулевое время, потому что еще, как я понял, никто не проехал. Также я выпустил ролик по Need for Speed No Limits, а точнее, что ждать в 2022 году от этой игры и от разработчиков Firemonkeys в нынешнем новом году. Блин, я могу немного, народ, заговариваться и сбиваться с мысли, потому что еще не до конца отстрик, потому что еще не до конца выздоровел. Итак, давайте отправляемся в финальный раунд, так скажем, или используем бесплатную попытку. Всего их три. Конечно же, в этих гран-при можно еще жетончики потратить и четыре попытки, и пять, и так далее. У кого сколько жетонов. Сейчас моя цель это 20к жетонов синих. На что коплю, пока не знаю. Но, может быть, приобрету какую-нибудь тачку в будущем хорошую. По событию на Bugatti Veyron, блин, Chiron, также с вами поделюсь своими результатами. Результаты хорошие. Тачку я прокачал на пять звезд, но вот на шесть звезд мне, конечно, там уже просто тупо не хватает чертежей. Все чертежи события я забрал. Вот такими, мне кажется, и должны быть ивенты, где вы хотя бы на одну, на две звезды тачку должны забирать. А вот не так, как в следующем ивенте будет, а следующий ивент у нас будет лишь для тех, кто приобрел себе пропуск легенды. Блин, жесть, конечно. Голос, я вот себя слышу в микрофоне, и прям... Точнее, не в микрофоне, а в наушниках. Это жесть полнейшая. Но я думаю, скоро оклемаюсь, народ. Так, заходим, значит, в события на Bugatti Veyron. И вот так вот у меня все пройдено. Конечно, я не все условия здесь выполнил, но награды все забрал. Как бы мне осталось в 13-м этапе еще 100 жетонов забрать. Ну и, конечно же, вот тут показать лучшее время и ворваться хотя бы в топ-25 и забрать еще одну импортную деталь. 17 чертежей у меня собрано. 48 надо. И тогда это чило, прокачая на все 6 звезд. В магазине все равно периодически появляются у нас чертежи на Bugatti Veyron. Набор на SCG 007S я не покупал и не планирую покупать. Получится забрать ключ от тачки? Заберу. Не получится. Да и фиг с ней вообще настрать абсолютно. В ежедневных событиях у нас, конечно же, появляются еще одни новые ивенты, где помимо клубных наград есть еще отдельные награды. Здесь я тоже забрал чертежик на Ширончик. И Ширончик мой выглядит вот так вот, народ. Да, у него есть уже тут небольшие изменения в плане тюнинга. Дело в том, что я его тюнил, да. И мы можем, кстати, зайти... А, диски у меня что, не открыты? Офигеть, а я думал, диски у меня открыты. Пусть у меня вот шины какие-нибудь будут прикольные ставятся. А, диски у меня откроются, когда я пройду 30 гонок в сетевых событиях и открою этот раздел. Офигеть. Ну вот эти, конечно, задания такие себе. По сетке, по самой. Я, опять же, не гоняю в ней. И вряд ли, конечно, гонять буду. Здесь Ширончик нам не требуется. Drive Syndicate у меня остановился на достойном сопернике 5. Дальше я просто не могу участвовать, потому что мой Nissan GTR 50 и Талдизайн не прокачан на 3 звезды. Только лишь 2 звезды. Ну да и фиг с ним. Я, конечно, думал, что заберу, может быть, и Citroën. Но нет. Нет. Слишком высоко я хочу подпрыгнуть. Уж сорян, народ, за мой великолепный и ужасный голос. Не буду вас долго и мучить. На этом все. С вами был по-прежнему Flickr, мобильный геймер. Всем пока.